тик мой народ поспевает а этот другой гаджет включить надо да наверное тоже народ подоспеет так так он instagram пошел вроде бы так надо еще а точно джетчат открыть этот чат новый это уже заготовленный вопрос так сейчас надо открыть его 10 вечера пока много 300 человек набралось по всем средствам связи и так далее у меня непривычно поздно то тут просто есть окошко обычно преподаю а тут просто окошко я веду супервизия и вот эфирка пошло сюда автор в 104 комментарий 5 ночной я только проснулся какой ночной где ночной там спросили прилично я даже не знаю можете уже если такие все жаворонки может быть тогда и сразу спать ляжем анна док трейнер я думаю что я завидую анне лютой завистью пора на мне наверно профессию менять расширять ну как бы я понятно дело что у меня есть разные формы преработать подработка начну и смен тоже подрабатываю но док тренером я наверно мечта быть да вы не ветеринар то есть это же не учите а коучер коуч собак вот я тоже вот у нас коуч из юэсэй есть коуч юэсэй инст так и написано я могу быть коуч мордор совок 50 миллионов очковых сортиров инст но из не знаю раз в неделю это захожу но наверное могу быть коучем сов если что так ну как обычно как обычно сначала кое-что скажем про тему гнезда учитывая что мы посвящаем какой уже эфир стартовым условиям развития справедливости и несправедливости этих стартовых условий развития адекватности и неадекватности вопросов становится только больше поэтому ну уж либо я дурак либо тема актуальна поэтому пока есть будем комментировать штука связано с гнездом гнездо это шире чем просто место жительства разные могут быть особенности вот гнездо если кто-то думает что это я придумал сам вот что-то прям сел и из ниоткуда то это все-таки не я я здесь таракан который ковыряется в чужих объедках тема с местом жительства родовым гнездом стартом пути условиям жительства проживания уюта обнималась людьми тысячелетий я мим даже но если берем астрологию карта рождения увидим четвертое поле совокупно и цем весь тематический анализ четвертого луна безусловно кусочек с жильем будет связан нептун кусочек с жильем будет связан с плутон плутону некие материальные декорации медведи будут четко связаны с сатурном под ним все формы земления и заземления поэтому вот есть связь если идти тольше тоже его теснейшим образом связан родовый канал то есть каким образом вы из мамы вылезали так вы будете жить потом впоследствии безусловно тонкоплановая символическая система то есть кто родился идеально вот прям за одну секунду и выпрыгнул и сразу начал читать пушкина и решать уравнение значит эти тригонометрические как энштейн но не знаю что в дворце каком-то живет это вот более тонкая аналогия если хотите еще глубже и точнее то первое четвертое бмм базовой перинатальной матрицы как вы сидите пока вас ничто не тыркает и как вы вылазите вот с первой бммкой будет коррелировать само жилье с четвертое обстоятельства декорации его смены поэтому все в этом мире достаточно здорово любопытно интересно запрограммировано это все вскрывается с жильем связаны структуры духа отвечающие за земление и заземление в частности эфирное астральное тело точняком отвечает корневая чакра вторая точняком отвечает латхара первое поэтому жилье это не совсем хатка это не совсем вот это пятиэтажка или версаль где уже живете жилье это как у улитки таскаете с собой свой домик всегда и жилье отражает вас вашу личность идентичность как у гоголя допустим подмеченную там в целом мертвые души они все расчеловечены дегуманизированы обратить внимание сколько там зратвы и вещей больше вещей наверно только у жанна бодрияра в системе вещей у каждого персонажа его интерьер прям четко все зеркалит у собакевича дословно каждая табуретка каждый стол кричит я собакевич не переживайте у каждого из вас есть табуретку стол стол и ваша физиономия там заскриншочена если живет много народов доме значит средняя арифметическая психологи достаточно четко изучают жилье границы личности психологический суверенитет юнг мне припоминается есть психолог философ наш соотечественник мира помардашвили у него есть понятие топология пути топологи топос аристотельские места у гусарля феноменологии тоже дофигища про жилье в морфологии волшебной сказки фольклор тоже там дофигища чего про жилье в общем вещали вещали разные люди помни и меня и про топологию про психологии про суверенитета границы но вообще чаще всего вот то что по крайней мере то чем я пользуюсь круче чем хайдеггер никто не рассказал жилье дозайна словно здесь бытие как некая психологическая программа мужик одну секунду на вечер мягкую хлебушка сейчас сгоняешь одну секунду пойдем короля и 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 у Хайдегера, но смысл в том, что мы с собой, вот такая бы личность, она фиксируется к месту, мы являемся местом, отрождествляем себя с ним, то, что эзотерики или астрологи пользуются под термином аквариум реальности. Вот есть внешний мир океана, вы живете вот в этом аквариуме. Какие параметры аквариума с теми структурами и показателями вы сталкиваетесь в этом внешнем мире, когда, ну, например, дружбаным, во Франции Хайдегера поднимали на стягу, как Тони Робинса XX века. До этого у него был хейт на тему национал-социализма. И дружбаным попросили, давай в двух словах вот Хайдегер, что такое дозайн, переведи нам. Они предложили свой вариант. Этер, этрля. Дословно, вот, быть здесь. А он документировал. Этер, лэля. Хайдегер. Быть здесь, всем орусит. Мы так или иначе живя здесь отождествляют. Там как бы статомник, имеете в виду, что мужик как следует писал. Кому нужны подробности, читайте хайдегеровский статомник. Чудесно. жилье, раз это четвертый дом. Четвертый дом связан со стартом жизни, как таковым в целом. Парадокс в том, что как пьеса начинается, так она и заканчивается. Вся жизнь циклична. Но это же по форме, а вибрации этажей мог быть разной. То есть, четвертый дом – это и ваше жилье на старте жизни, и ваша могила в конце жизни. С той присказкой, что жилье идеально отражает задача духа, задача рода, накопленную родовую карму. Короче, вот, все, чем вы являетесь, тем той получаете в виде жилья. Ну, что значит, например, как начали, так и кончили. Допустим, вы родились в холоде. То есть, тема еды связана с жильем. Допустим, родились в каком-нибудь колхозе, в бараке, и там было голодно. А в течение жизни вы что-то подделали, подзаработали, и вы умираете, но вместо колхоза у вас, например, хозяйство какое-то, ферма собственная. И вместо того, чтобы быть в голоде самостоятельно, у вас голод духовный, и всех вокруг родственников вы закармливаете. Вот. Вот и идея. Судя по инстаграмам, всем то ли почву, то ли что-то еще. Соляр. Давайте комментарий, значит. Геретический бред про то, что можно в день рождения совершить какой-то волшебный ритуал, и от этого вся жизнь пойдет ништяками, не иметь никакого отношения к астрологии. Потому что это примитивный, низкочастотный бред. Точка. Движемся дальше. Вот вы своим дозайном движетесь, перемещаетесь, где-то, как-то, куда-то переезжаете. И меняете это жилье. Значит, если изнутри уровень, там, осмысления, понимания, объем вашей личности, структурность, сложность этой личности не меняется, то и жилье не поменяется. То есть вы механически можете барак спинить на дворец еще разок. Но, по сути, через соседей, через проводку тараканов, домочадцев, то, что будет за окном, мир вам добросит. Мир вам добросит этой картинки соответствующей. И судя по отчаяниям людей, которые там больше 100 комментариев нафигачили, вы это прям можете в текстах увидеть. Жила в помойке, переехала в дворец, по факту опять та же самая помойка. Вот и все. Сам переезд, давайте, откомментируем. Здесь, потому что много по нему вопросов. Раз первое рождение, телесное, биологическое, эмоциональное, которое до трех лет закладывает базовый параметр тела, мира, жизни и механику проживания этой жизни, напрямую связано с жильем, то след на переезд будет обновлять или, по крайней мере, поднимать эту программу. Ну, как приложуха такая, жилье. С пониманием, что жилье – это матка. К матке привязана там воронка родовая, 128 стариков, чаще всего трупов. Потом к матке привязано ваше тело, невидимые пуповины. И потом вот это ваше тело распространяется чуть шире на внешнее жилье. Когда вы переезжаете, вы просто на эту кнопку нажимаете «Переезд». Если в голове ментально, в голове бессознательно, в роду эгрегориально более или менее картинка соответствующая, вот вы знаете, был такой-сякой вымирающий род, сейчас вы живете на помойке, ну, бессознательно тревогу. Переезжаете, все четко, нормально. Если происходит вот этот, значит, какой-то расколбас, род вымирающий, вам, конечно, процветающий. Вы живете во дворце, а вы думаете, что на помойке. Бессознательно накоплена тревога, то эта тревога будет выплескиваться при переезде. Может различным путем выплескиваться. Кто-то переезжает, наоборот, ненавидит вся жизнь кубарком. Надо пять лет только привыкать к новому месту. Большинство современных людей, у которых тревога носит такой сепарационный характер, как оторваться от мамки, не отрываясь от нее до психи, то переезд обычно помогает, воодушевляет, особенно когда воздушные объекты, Меркурий, Ураны, мочи, четвертое поле. И кажется, что вот как переехал, переехал, и жизнь начинается с чистого листа. То есть вы до этого запотевший такой иллюминатор, собственной тревогой, заморочками протираете тряпкой, но продолжаете в него невротически дышать. И ваша паническая атака рано или поздно опять туда что-то надышит, а то и вовсе какими-то другими испражнениями покройте этот иллюминатор. Следовательно, в кавычках позитивный эффект переезда длится достаточно коротко. И, как правило, следующие переезды укорачивают этот эффект прозрения. Ну, например, стандартная история советская, постсоветская. Вы жили в региональном небольшом центре, переехали в чуть более крупный город. Этот переезд изменил все, как вам кажется. Опять же, на время встряхнул вот эту запотевшую картиночку на иллюминаторе. Потом вы переехали из более крупного города в еще более крупный или за границу, еще куда-то, но там меняется вот прям совсем капелька, малехочка. И, в конце концов, если часто переезжаете, вы понимаете, что вы как змеи этот урабора сбегаете за собственным хвостом. И ничего толком глобально не меняется. Бывают переезды глобальные, мощные, сепарационные переезды от родителей, от мужа, ребенка от вас. У них такой физиологический эффект более тонизирующий. Бывают совсем глобальные переезды, связанные с обнулением кармы. Они могут быть вынуждены по националистическим военным и прочим причинам. Кто-то спрашивал, если все разбомбило, значит вы нанулите карму себе. Скелеты пробабок вылазят из клозета. И вам дальше будет жить точно веселее, чем было до этого. Но если это реально вынужденная идея. Про эмиграцию, долгие разговоры, в учебнике, как обычно, все написано, но кратенький коммент. Здоровая эмиграция предполагает прожитые три рождения плюс. То есть вы в своем теле, вы ничего не тревожитесь, вас устраивает там. Мама, жилье и все остальное, запитая, вы в своем духе, ваша личность цветет и радуется, вы играете, вы увлечены. И на третьем рождении у вас есть дело жизни, какое-никакое. Вас оно более-менее устраивает, вы в нем движетесь, ловите свои там инсайты, особые состояния, у вас настроены границы, вы самостоятельный человек. Это не хрен делать. Или с целью эволюции и прочее, вы думаете, а чего мне не переехать? Здесь нормально, попробуй сдернуть куда-то еще. Это чистая, классическая, здоровая эмиграция. Так же эмиграция, которая на голову чпок, сама по себе. Работа предлагает мувинг-релокейшн, мистер замуж, мистер Тиндер предлагает мувинг-релокейшн. Не вопрос. Классическая здоровая эмиграция читается по классическим здоровым формулам. Если это больная эмиграция, климат мерзкий, мама местная, взам уже нет, денег нет, Путин это все, Янукович, Лукашенко, еще кто-то, такие классики и плохие. И я из этой вот драни, из этой ужасной оторви колесовки, вырвусь, вот докажу, вот все, освежусь, обновлюсь, и там культура, там другие иностранцы, все, одежда лучше, еда вкуснее, вот все, все, все там лучше. Это все, это шеф-дец, это приехали, это эмиграция невротическая, год, два, три, читаем эмигрантские формулы, читаем форумы, где начинается бытье, где начинается регулярная возня, вот тут, значит, пособие не платят, тут налоги не те, тут еда стала не та и прочее. Возможно, возможно такая идея. Идея невротической эмиграции, опять же, зависит от карт, иногда не заканчивается ничем, то есть человек так и переживает, и сидит на месте. Чаще всего заканчивается приездом обратно, с поджатым хвостом между лапами, иногда с ребенком, иногда к маме, чтобы совсем вот для дичи некоторой. Ну и совсем в печальных случаях заканчивается форсированной этой самой эмиграцией назад, депортацией. Такое тоже бывает. Вот и эмиграция. Бывает, опять же, с точки зрения задач, задача родового Грегора, задача рода, задача духа, бывает, что прям система берет и выпихивает. Бывает такое. Мы не исключаем никаких вариантов. Но на это вот бывает один на миллион. Есть 100-500 эмбросов, что это кармическая задача, надо эмигрировать. Потому что будет сам плохой, замужей нет, денег нет, ничего нет. Кармическая задача все-таки обычно чуть по-другому строится. Ну и в конце концов, в конце концов, общерамочный, вот шапочный ответ. Даем, что делать тем, кто по какой-то причине не чувствует себя дома. Этот дом в главе не обнаружил. Ну, первое, план развития хроноса для работы с астрологом. Три рождения плюс. То есть надо прочесывать родовой канал, родовой эгрегор, чистить перинаталки, чистить контакт, дух тела, чистить эмоциональный план и прочее. Пункт один. От этого точно будет польза, даже не обязательно для эмиграции и так далее. Пункт два. Если вы хотите улучшить личные условия с точки зрения финансов, такой материальной составляющей, комфорта, ну, следовательно, тогда нам затирать огромную лекцию про финно-эгрегор, расширение, финно-поток, ну, общая идея, что вы отдаете больше, чем получаете. Больше, чем тратите, больше, чем расходуете. Ну, и в каком смысле больше, чем получаете. Вы получаете 20 тысяч рублей, работаете на 50 тысяч рублей. Вас не просят, но вы делаете. Вам это зачтется любым макаром. Даже если это из невротических долгов, то считайте, у ваших внуков будут квартиры, машины, даже если сейчас вам кажется, что вы в жертвенности какой-то работаете на этого мерзопакства ужасного дядя. Должен быть профицит. Потому что профицит может нагнать духовной энергии, родовой энергии, но это нагонять, что надо придумать и достать. А тут терпение и труд абсолютно универсальный, третий источник энергии, который по силе сопоставил. Поэтому любой труд святой, в общем-то. Какой у нас, пункт 4, необходимо по карте интуитивно или как-то еще определить то, где и как и что вы хотите жить. Съемная собственность, город, загород, центр, периферия. Совсем далекое вот что-то, где-то что-то там ни одного человека не было. Или если загород, допустим, поселки и прочее. Ну, по каким-то параметрам так. Более или менее раздуплить. Это все видно в карте. Может сейчас какой-то пример посмотрим. Но обращаем внимание, что первый-то пункт был три рождения плюс. Потому что без трех рождений плюс есть что-то популярное в городе. Типа центр города. Что там такого непонятного? Кто-то прям бредит. Центр Петербурга, центр Москвы. Ну, maybe. Объяснение там находится. Те, кто бредит этим центром города и готов влезть в какие-то долги невероятные, ну, один из ста реально ему принадлежит этому центру. То есть реально ему важно ходить в консерваторию, реально важно там созерцать какие-то эстетические объекты. Все остальное просто тухлые понты или в голову надуло. Естественно, космос, естественный ход событий, эти тухлые понты не обслуживает кэшем. Он обслуживает только искренние, истинные интересы, которые идут изнутри души. Такая же идея и кроме центра, ну, может быть, взыше какой-то невротический загород. Многие дяди, тети, девочки, мальчики дергают за этот загород. Там начинается вытье. Не тянут по деньгам, не могут обслуживать. Самое, конечно, веселое, это когда одинокая женщина со средним доходом уезжает жить одна в доме и технически не понимает, что это такое. Ну, как бы, если дом какой-нибудь, не знаю, 50 квадратных метров, такой маломерка, малогабаритный, и какая-то управляющая компания сидит в поселке и за три копейки это все обслуживает, бывает. Но обычно, ну вот, то есть заканчивается это все возвращением на круги своя. Но бывают, опять же, люди, которые с точки зрения зоны комфорта, вот им надо. Ёжик, белка и вот как Айме пишет Дагестан. Вот кто-то. Эту зону комфорта можно почитать в Хроносе на первом рождении, то есть там самый первый блок идет, ваша зона комфорта для максимального расслабления, сонастройки, с реальностью, принятия реальности, такая-то, такая-то, такая-то. Вот. Парижская 2004 Аспект указывает на возврат назад и за эмиграцию. Ну это десятки в комбинации. То есть если кто-то думает, что астрология, то видели в карте фитюльку, и вот эту фитюльку применили на карту и судьбу определили, ну нет там, десятки показателей, комплексный анализ. Вот такая особенность. То есть какой это пункт у нас был? Четвертый, по-моему. Уж если цель, то цель не на то, что вам надо ли в уши эмиграция, центр города или какие-то мечты про загород, а то, что изнутри идет. Блок, в чате, ну там, в каком чате? Я просто не умею блочить. Может быть это, сейчас, если что-то блочить, сейчас напишу, наверное, куда-нибудь. Куда-нибудь. ДСММ. Я просто один или два. Дмитрий, может быть, проснется. Спамеров в чате, в каком? В телеге. Купнуть спамеров, спамеров в чате, в теле. Не знаю, какой пункт пятый получается. Про дизайн, про уют. Какой смысл жилья? Смысл жилья, ну по всей вероятности, чтобы там просто жить жизнь, наслаждаться этой жизнью, чувствовать безопасность, комфорт, эстетическое приятие, родовое гнездо, что-то копить, сохранять, передавать это будущим поколениям, потомкам. И если этого нет, вот на этой, на вибрации астрального тела, то есть если это ощущение комфорта, гармонии, единства с родом, наслаждения жизнью, если его нет на тонком плане, оно никак не возьмется на внешнем плане. Каким-то магаром это надо воссоздать. Мне комфортно, где бы там ни было, я с собой до здания таскаю, как улитка, домик, где угодно, контакт с родом, где угодно, как угодно, такими-то путями. Ну как-то делает, астролог делает, план развития хронуса делает, наверное, психолог делает. Как делает, по сути убрать лишнее, потому что у каждого абсолютно 100 из 100 есть доступ к этому состоянию, гармонии и покоя. Но оно будет индивидуальное, потому что у кого-то гармония и покоя сидеть на раскладушке на работе, у кого-то гармония и покоя сидеть на раскладушке в аэропорту, у кого-то гармония и покоя сидеть с друзьями там где-то, в каком-то, в каворкинге и прочее. У каждого, у каждого свое. Не надо вот рисовать какую-то эту идею, American Dream, домик с белым заборчиком, с пятью собаками, там, и с целлюлитной женой, 200 килограммовый. Нам American Dream не надо, тем более American Dream is dead. Уже сдохло несколько лет назад, десятилетия даже. Вот. Это про воссоздать. Ну и какой-нибудь пункт 6 про жилье. Мамину матку вы не поменяете. Но с этой маминой маткой коррелирует совершенно четко, на тонком плане, ваше собственное тело. И, предположим, вы убиваетесь об стену на работе, чтобы заработать на жилье. При этом у вас косое кривое, все не то, гормоны не работают, обжорство, депрессия, цикл же там сбился, пищеварительный, сонный, женский. Нехай в жизни вам космос от жилья не даст, или даст, но ценой онкологии чего-то еще. Поэтому для начала надо вести порядок вот просто в собственном животе. Или в собственном сне. таким образом уже будут предпосылки, возможности, ситуации. Потому что астрологические деньги, они работают специфическими канонами и каналами. У Инны не сдохла American Dream. Ну, у Инны не сдохла, у Financial Times, у Wall Street Journal и The Economy сдохла. Потому что сколько раз не мерили условный банкир, или условный врач, или условный рабочий завода. так как жить в 50-е годы, вот чтобы ему жить, ему надо пахать в 5 смен, чтобы жить так, как он жил в 50-е годы. Потому что с тех пор с учетом всяких факторов реальная доход и покупательная способность падает. И сейчасшние молодые люди в Штатах на 90 с гаком каких-то процентов рядом метрик считают, что они будут жить так же или хуже, чем их родители. Вот смысл-то, American Dream. Крутие. Ну ладно. Ну и границы и пространство про жилье и про суверенность личности немножко вот туда, в Юнг и в Мамрадашвили надо. Границы, значит, психологические границы, тоже, если не читать совсем замысловатые лекции, наличие вот этого своего личного пространства, чтобы туда лазил только тот или те вещи, которые для вас адекватны. Выстраиваться из вещей, там, в вашей границе есть вещи, коллекция любимых вещей под носом, уже зашибись, хоть как-то, как-то пространство формируется. Если вы приходите домой как в отель, как в общагу, и, например, ваш рабочий кабинет не является домом родным, уже можно забыть про жилье мечты. про границы на вашей территории живут те, кто не должен жить. Точилка сестра, точилка мама, алкаш папа, дядя муж какой-то, неблагодарный спиногрызый дети. Значит, надо либо себя из этого жилья вытурить, либо их вытурить. Как вытурить, если есть треугольник Арпена-Берна, невротическая зависимость, большой вопрос, но тоже решается. Вот эта суверенность пространства, если ее не создана вот в моменте, вот в вашей там в общаге, в колхозе, в блокадном Сталинграде, где угодно, она не создастся в полной мере нигде, никогда. Анна, док-тренер, переезжает со статуями Чихуахуа. Вот точно. Я точно буду док-тренер. У меня будут статуи Чихуахуа. Как спать без гнезда? Оно мамино. Вы спите, когда вы спите, вы из тела вылетаете даже. Какая разница, спать можно, бомжи набухали, спят на вокзале, спят счастливы, кстати, в основном. Так, Дарья списывала. Анна заболела от Грузии. Чиху, переехал, новое жилье и умер. нет, Астромария, не так все трагично. Мария, кофе, тайм, обустроит мне гнездо в Минске. Я сейчас эти штаны сниму и буду по ночам работать. Может, залечу ваше гнездо. Погодите, там, наверное, заявки есть. всякие. Заявки обработаны в службе единого окна. Я сегодня ночью прилечу. Вот, у детей, ну, так в смысле, если они груднички, это было бы странно, что они вам мозг выедают. Имеется в виду, что живет там взрослый мадам или мужичонка, а там ребенку 15-20 плюс и ребенок что-нибудь такое вытворяет, сын пьет, муж пьет. Вот это имеется в виду. Многие люди, в том числе одинокие женщины, мамы и так далее, жалуются. Переживают, как к астрологам приходят, как так, вот сын ему 20 там, сколько это, он вынес из дома все продано котики, притащил какую-то, значит, проститутку, еще что-то. Еще что-то. Слышала, слышала разговор бомжей на улицах хорошо живу спокойно, гунов 4902. Вы не представляете, сколько из них счастливы быть бомжами. Многократно все это исследовалось. Понятно, что если вы бомж в Мурманске, ну, коэффициент счастья меньше. Если вы бомж в Сан-Франциско или в Париже, вы что, вы будете спать прямо вот в Луи-Вютоне на входе, в Шанели, в спальных мешках. Вокруг вам будут носить все еду, и полицейские, если вы там вывались из спальника, они еще вас под это убаюкают. А если кто-то вас что-то своровал, другой бомж, что полицейские догонят другого бомжа и вернут вам все. Поэтому, если бомжевать, то, наверное, в Париже, в Цюрихе, где-то еще. Бомжуйте на здоровье, если кто про эмиграцию задумался. Как-то вот, как-то вот так. Теперь, сейчас я с этими с чатами сорганизуюсь, где-то там кто-то спамит, еще что-то. Попалась вот с пылу жару в 10-10 вечера. Жила Лора в Украине, красивая, большая квартира, много зелени, в Европе второе жилье, жить не смогла, сдала аренд. В феврале уехала в Европу в кладовку 2-3 метра. Там в Аковах была, переехала в Турцию, там не сложилось. Вернулось чувство, как Украина, как Алиса в Зеркалье. Вернулась в Украину и Алиса в Зеркалье. Движения роста нет, Европа нищая, бедная по сравнению с нами славянами. Это, наверное, бот, погодите, как Европа нищая, бедная? Там же прогресс, там же цивилизация, там нет очковых сортиров. Лора, наверное, точно бот. Куда вытолкнуть, чтобы головой не упираться в потолок и почувствовать движение. В чем фишка-то ложа? То есть, это вопрос, куда драпать? То есть, вы сдрапали в одну сторону, в другую сторону. Вы жилили в Украине, в Европе было второе жилье. Вопрос, так и нам было второе жилье в Европе. Уже в Украине что-то не устраивалось. Вы уже где-то на низком старте, на низком старте дрэнк и вот туда. Значит, это вам и дома не сиделось. В богатой Украине или в нищей Европе и дальше вы кладовка 2-3 метра не понравилось, переехали в Турцию и там не понравилось. То есть, явно вы не в 2 метра ехали, учитывая, что вы сидя в Украине и покупали недвигу в Европе. Значит, следовательно, уважаемый Лора, ваши вот 2-3 метра в тюрьме, в голове. Можно оббегаться, оббегаться. Проб консервативный. Марина Эль тоже под Соловьева. Рудольфович, уважаю, Марина Рудольфовича, переслушаю. Кошмар. Что там, цивилизация? Посмотрим на сегодня чат. Те, кто встает на пути Мелиссы при получении наследства, умирают. Что это значит? Ну, Мелиссы, она и хорошо стреляет. Или имеет неплохие связи, коннекшены. Например, те, кто пытаются давать показания на семью Клинтон, тоже вот каким-то образом умирают. Ну, как бы удивительное такое сходство и у Мелиссы. Наследство тоже. Некоторый объем контента требуется. Но если речь идет про недвигу наследствую, пару комментариев раз вот вывезли. Вы наследуете не просто стены квадратные метры, вы наследуете некий блок такой информационный, матричный, информационный поток. То же самое, как вы никогда не читаете просто текст, никогда не слушаете просто музыку. Вы слушаете некую душу автора. Если этот эту симфонию писал гей, но считает, что вы уже как будто немножко ополовинились. Если этих Карамазовых, этого Ставрогина, этих бесов писал педофил и громадный придурок, вы считаете, что вы немножко вот уже от педофили. нельзя соприкоснуться с чем-то материальным, не потрогав внутренний мир этого. И с недвигой вы наследуете карму, в кавычках. Карму. И что значит карма? Допустим, там какая-то злая бабка, которая всю жизнь всех набила, сдохла от рака и передала ему квартиру по наследству. Вы считаете, себе вот подписали онкологический диагноз сразу же в лоб. Не стоит, Стане, всегда надо смотреть, может, вы по психотипу такая же, как бабка. Две онкологии складываются в идеальные 150-летние даже здоровье. Затем, если это при жизни, допустим, вы знаете, что наследуете что-то, мама, например, отписала вам квартиру и вы с мужем живете в маминой квартире, это наследство. Считайте, что мама у вас в кровати сидит с видеокамерой, с веб-камерой. И на каждой стенке висит ее портрет, как Дорина Грея с глазами. Труб мамки, ее скальп будет висеть от унитаза там до столовой везде. Нельзя унаследовать что-то, не притащив какую-то энергетическую структуру. Надо разбираться. Острологический опыт, по крайней мере, мой предполагает, что примерно 8 из 10 унаследованных в целых людьми по рынку, оно токсично. Лучше бы этого не было. Было бы технически. Если уж оно пролетает, обычно это по восьмому полю, чтобы 4-8 куда-то схлопнуть, это куда-то заполивает. Ну, например, получили в наследство, нафиг продали, все деньги отдали. Церковь, котам, благотворительность и прочее. Не вопрос. Наоборот, вибрации все поднимутся в нужных местах и в нужных сторонах. Технически бывает вот унаследовали, а на самом деле в карте написано, вы взяли то, что принадлежит брату-бабушке. У этого брата-бабушки, давно помершего, есть там племянница начата. Взяли это, заполили начатой племянницы. Но есть еще один токсичный инструмент пустить в оборот. Инвестиционный, спекулятивный и прочее. Например, у вас компания и в обороте крутятся деньги. Где вы из денег делаете деньги. Вот эта машина по созданию прибавочной стоимости, она связана с энергией смерти. не то, что это хорошо, плохо в этом духе. Именно идея можно один токсин с другим сложить и будет счастье некоторое. Поэтому вот. Здесь же есть литературные, сериальные, кинематографические примеры, замок аристократический, где все сходят с ума. Или какая-нибудь квартира советская, где вот все, кто живут, повторяют там этот сценарий. Но с одной стороны это проявление родового канала в лоб напрямую. С другой стороны истинно тоже влияет. Более того, ну даже на механическом плане дает вам бабка, мамка эту квартиру, вы говорите хрена, подари лучше там кому-нибудь, бомжам вот подари, которые живут в дорогих районах Европы. Поможем Европе немножко. Газом не помогаем, больше хоть в квартиру поможем. И пока вот это вот умение отпустить мертвечину, старье и создать изнутри, учитывая, что денег безлимитное количество, инструменты, чтобы заработать, висят прям под носом. А то, что у вас в кармане отражает вашу личность, идентичность, количество труда и там энергетический уровень, так какая нафиг разница? Какая нафиг разница? Вот живя в вот этой установке на ограничении вот есть квартиры там и прочее. Это да. Но и советская идея, где были толпа крестьян, колхозников, которые только в 60-е года получили паспорта, а их пращуры это крестьяна, которых развели в 60-е годы так называемый отмен крепостного рабства, очередная пирамида МММ. Этот квартирный вопрос Волан был абсолютно прав. Тянется очень далеко. Это часть карты страны, потому что если мы карту на Русь строим, то там будет Луна, Сатурн такая деви депрессовая. Поэтому ресурсов много, но народ голодает. Так работает. Вот особенность. Особенность. Но это опять же общие словеса, все остальное применимо только в контексте карты. Вот повезло не повезло, нужен пример с повезло. Сейчас какой-нибудь от балды возьмем. Елене повезло с жильем, хотя четвертый дом пустой. Начинающие астрологи думают, что если дом пустой, то чего-то нет. Ну да бог с ним. От государства получил субсидии на жилье. Случайно покупаю с хорошим торгом, продаю дорого. Есть наследная недвижимость, работаю риэлтором, экспертом. Было время, хотелось переехать, переезжала. Другие города тоже сейчас вернулся на родину, чувствую себя дом как дома. Вот у Елены такой спич очень здравенький. Кана это так тянет на 3 рождения плюс очень здравенький спич. Поглядим как это в карте оформлено этот здравенький спич. 10, 10, 81, пишет Елена. 81, 18, 14, Тульяти. Если это Елена из Тульяти, где-то нас слушает, поднимет конечность, чтобы мы что-то уточнили, почему же ей так все дико повезло. Мы тоже как гулуем некоторые моменты. И здесь наследные покупают с хорошим торгом. Допустим, еще острый вопрос ипотека. То есть люди, которые живут в механическом, логическом ограниченном мире, смотрят этот ипотечный калькулятор, смотрят 30 лет, есть дикий процент. Переплата там чуть ли не в три раза за эту квартиру. Кажется, что ни одного повода, резона и причины впиливаться в ипотеку, кроме как осчастливить банк и застройщика. Но непонятно. Но непонятно картинка. однако, если мы учтем инфляцию, фактор заземления, что когда человек собственник жилья, уже это плюс один к трем рождению. Большое дело. Это полезно технически быть собственником чего-то, хард активов. Да, может быть, четвертый дом личный будет противоречен, тем не менее, плюс не забывай, что вы наследство потом передадите. Тоже полезная идея. И даже если по математическим выкладкам вроде как снимать выгоднее, там дешевле, свободно и прочие аргументы во многом из них логичные, но технически ипотека тоже не является зашкваром. Потому что, во-первых, инфляция, которая жрет рубли. Во-вторых, сама недвига дорожает, но дорожала. Дорожала. Вот до этого октября дорожала, потом большой вопрос. Если это варианты, кто думает ипотека, это бетонная коробка за 10 миллионов и 30 лет и в три раза переплачивает. Но если это что-то 200-500 миллионов и так далее, какая-то недвижимость более вменяемая, там совсем другие ставки ипотечные, там куча вариантов от застройщика, рассрочки и всякие, ну и прочее. Поэтому, если это уровень чуть повыше, чем человек, то имейте в виду там такая ипотека, что люди только выигрывают, что перебивается инфляция, элитка или стоит на месте или всегда только дорожает. А если это дом, то он всегда только дорожает. Если это не бетонная коробка, а дом. Поэтому, конечно, многие ржут, вот Пугачевы, Халкин за миллиард долго будут продавать свою эту хибару. Я уверен, что они ли сдадут или продадут ее в лоб и даже больше, чем за миллиард. Потому что это тонкоплановая структура. Хотя дом реально страшней, даже там за большие деньги. непонятно, зачем-то жить, мне даже проезжать стремноватыми у него. Ну, как бы вкус и цвет. Вкус и цвет такое тоже бывает. Итак, я зверкую карту, что здесь, откуда и как и что взялось. Светил управляю четвертым. К этому четвертому значит, Сатурн, что-то хронус мне загораживает. 14-й. 14-й, да. Сатурн подквадрачивает МЦ и ЦМ и весь бесекстильный стилиум с солнышком тоже имеет отношение к этому. Значит, кратенький комментарий по карте 10-10-81-18-14, где с жильем все за шибок. На уровне внутреннего психологического восприятия, учитывая переезды и прочее, Елена не всегда была в этом самом комфорте. Что-то искала, что-то доставала, что-то исследовала. Но на уровне внешней событий действительно ништяки. Ништяки идут, правда, от мужской линии рода, что-то достаточно нестандартно, ибо недвигая деньги, это епархия женской линии рода. Но там что-то полезное про прадеда намутили и сейчас ведет. Вот как бы комбинация внутренней эмоциональной загоны есть, но так в режиме light в рацию их можно вытащить. И что-то полезного деды сделали интеллектуально-социально. И сейчас это превращается, монетизируется, конвертируется в недвижимость. То есть есть некий чек такой, как traveler-чек, который украшивается. Так, это вот картина. Так, мне кажется, точно Елена вроде та. Да, здравствуйте, Павел. Точно, вы та Елена. Чудесно. Это я. Потому что, конечно, высок соблазн взять 100-500 вопросов, все бомжиха, разруха и прочее, но мы вот возьмем созидательный пример, чтобы жить было веселее. Что надо подуточнить, вы живете в Тольятти или двинулись куда-то там в Сочи, Питер и прочее? Нет, я вернулась в Тольятти и в Сочи. Жила всегда в Тольятти. А в Сочах мистер Тиндер и мистер Замужи были какой-то эмоциональный крен или вы просто от моря к родной степи? Нет, как раз-таки наоборот. В Сочи не было ни мистеров замужей, даже никто со мной не знакомился. Как только приехала в Тольятти, тут все завертелось, закрутилось, как будто бы меня встречали. Тогда это просто еще подвязка. кто видит под Седьмой Дом есть некие подвязки Луна-Венера или ты и же с ним. Где-то ваше бессознательное говорит, сейчас переедешь, вот будет место и там мистер Тиндер и интуиция такая определенная. Вполне. Так, и к слову про мужиков замечательных преснопамятных про ДУ. вопрос по ним. Прям пункт один начинаем с папки. По крайней мере в его золотые годы в замечательных состояниях. Чего такого интеллектуального, разумного в нем было и эстетического и романтического? Папа был строителем и умного насчет умного не знаю, но он ездил по командировкам последние годы и привозил оттуда товары. Это уже после того, как он строит. А, ну нет, он строителем также ездил по командировкам на стройке. Вот. И умного не знаю, но знаю, что он очень его любили за его обаяние и доброту, наверное. Папка добрый обаятельный человек, духоносный, дословно с высокой светимостью духа. Раз, не штычок, два строителя. То есть он явно как бы построил больше, чем мог обжить. У него уже накоплена позитивная родовая карма, переданная вам в том числе в 81-м году. Зепитая. А теперь горизонталь берем. Папкиные сиблинги, чтобы там было что-то духовного, интеллектуального братья-сестры по отцу. А у него братья, брат был один, он умер. Сестра в Израиле живет. Ну, она тоже предприниматель такая. Насчет ума не знаю, не проявлялись, но вот предпринимательством она занималась, возила вещи тоже. Сестра мутит мутки в Израиле, но, видимо, не на помойке живет. Гостиничный бизнес. Вот. Значит, сестра рантье израильская, предприниматель папка, строитель предприниматель. Вот здесь уловим. Ну, и звезда наша локальная и самая замысловатая, то есть, если брать отца-отца, то есть, ваш дед по отцу, что там про него знаете? Вот как раз про него ничего не знаю. Он умер, когда я была очень маленькая, мама мне про него не рассказывала. Ну, тоже добрый был. Но зато знаю, что прадед был спекулянтом. Его раскулачили, посадили, он в тюрьме умер. Ну, понятно. Значит, прадед и дед явно заработали и сделали больше, чем тоже смогли использовать. И люди вполне себе светлые предпринимчивые адекватные и от них вам достаточно. Вот этот отец-отца, он самый будет колоритный персонаж. Может, что-то, кооперативы какие-то, мотивы при совке, еще что-то, может, хв-шные какие-то темы лазер. Но там тоже много искры любопытной. Вот поэтому так можно пожелать вам наслаждаться с вашими жильями, парками, дедами и прадедами. Прадеда раскопайте, кстати, если как-то с ним подождествитесь, еще больше денег и жилья. Спасибо. Ну вот, это благодарим также Елену с ее мистерами тиндерами и так объятиями. Так, мистер Матчик Колобок сообщает, что съезжаясь с девушками, первая жена и почти вторая жена, жилищные условия улучшались в разы. В десятки раз. В десятки раз сообщает мистер Матчик Колобок. И живет опять один мистер Матчик Колобок опять как холостяк. То есть, видимо, что жилищные условия ухудшились, что ли, в десятки раз. Брачные, вот это горизонтальная тема. тоже как бы обратим внимание, является легальным способом распаковки кармы духа, кармы рода. Потому что это вот зарабатывать, предпринимать, строить системы. Это еще надо. Пожить это время. Но когда к вам посредством интеллекта, магии, вибрации полового контакта притягивается что-то, другая ветка рода, вот как два дерева, тик сходится. Особенно при появлении младенчика. В женском варианте просто сам Бог дал. То есть это соответствует натуральному поляку Хингера и переехала в зашибенные условия к тому мужу. Все 128 стариков аплодируют, говорит, молодец, так и надо, освойся, сделай гнездо, уют и нарожай туда, как из ведра пулемет. Когда мистер мать-колобок переезжает к женам, почти женам и там условия в разы, в десятки раз улучшаются, это противоречит натуральному порядку Хингера. Да, бывают андрогенные души, женообразные мужские карты, где этот трюк канает. Иногда. Иногда. Психотип принц-чаш, он играет на скрипке и у него был какой-то сверхэмоциональный опыт, нюхал наркотики, например. То есть он живет в мега-женских энергиях и технически, вот он залетает под каблук, и все участники, все игроки внутреннего ансамбля довольны. А вот вообще по умолчанию, когда он приезжает на территорию в хатку потенциальной жены, у него сразу тестикулы тик от этого отрезаются, кастрационный синдром, потому что это не может такого быть, не может такого быть в нашей действительности. Когда они еще зарабатывают по-разному, это вообще не проблема. Она миллиардер, он бомж и прочее. Ну так пусть к нему бомжатник сидит со своими миллиардами, тоже никаких проблем. Вот относительно натурального порядка Хеллингера, если кто-то по наследству парится, вот когда это горизонталь мужско-женская, там есть Плутон, который взятки-гладки, писи потерлись и энергия пошла, как и бонитовая палочка на урок физики. А вот когда этот вертикаль прабабка подарила дом с мертвецами, это уже вопрос надо рассматривать отдельно. Так, ну и чтобы не тянуть, не дергаться, так, Ольга Трылова, когда переезжает, чувствует себя живой и полезной, а на месте все скучно. очередной раз переехали, вижу паттерн, не понимаю, переехали из США в Молдову и обратно из Молдовы в США, уже во Флориде. Когда переезжаю, переезжаю, чувствую себя супер живой и полезной. Вот этот момент мы подпоспорим. Солнечный Стрелец, иногда такое бывает. 3 декабря 85-го, 4 30, Шенев. Мистер Мальчик Колобок подтверждает некоторые астрологические наблюдения и славно. Да, вот Ольга, Ольга, переезжай, чувствуй себя живой и полезной. Это стреляющий раз в год палка. Бывает такое, что человеку архиважно для проявления себя, своего потенциала, дернуть за границу, на территорию, за предел, отличающийся от места рождения, выйти в иную социокультурную, цивилизационную страту. потому что там были заморозки в роду и род решил на Ольгу наложить обязанность такую. Оброк, дергай, так Ольга подальше. Вот тут совпало. При этом, если бы, например, это совсем была дичайшая невротическая миграция, ничего нет, ужасно там сейчас, кто нас, ковид, Румыния поглотит. Может быть, тогда бы мир Ольгу праутил. Переехала в новое место на подъеме, счастье, радость невероятная и потом дыдыщ, падение в ноль, кошмар, надо куда-то переезжать. Если вот этого дыдыща, падения в ноль нет, живет, живет Ольга в Флориде, даже живет во Флориде, прекрасно, хотя бы меньше масок будет этой очень, тем, в ротих местах. Можно сказать, что вариант такой. Пример карты 3.12.85.4.30, который дичайшим образом протапливает за эмиграцию и за перемены места жительства с эффектом электризации. Так что полет нормальный. Так, и тема дом-колеса. Вот колеса найдем. Тем более, что рядом у нас все замечательные примеры. Леся, рядом все примеры замечательные. Переезд в 11.22.27.41 по работе всегда, кроме детства, меняет страна либо дом, 6 мест сменила. Тоже Молдова, кстати, у Леся. А сегодня лобби Украина, Молдова. Тоже, наверное, нас заподозрит в смене лояльности. То мы поддерживали и лояльничали Соловьеву и Киселеву, а сегодня у нас и Европа нищая, и все. Мне приходится отмазываться от этого. Ладно, значит, можно сказать, сегодня мы агенты радио Свободы и Медузы. Завтра будем агент Соловьева опять. Боль. Значит, Леся надо обнаружить где-то. Если Леся нас слушает, может конечность поднять. мы построим карту, где на колесах живу и не знаю, где мой дом. И почему это так? Посмотрим. 12, 10, 81. Тем более, что Стрелин будет похожий. Весы октября 81-го 21, 36. Орге Еф. Молдова. Во. Во. Очень похоже на Елену из Тольятти, но там просто Марс не в не в то место залез. Марс залез, не в то место. О, вот здесь появился. Сейчас по слоям посмотрим. Так. Здравствуйте. Вы в банке сидите? Какой-то с гурцами. А то немножко звенело. Но будем надеяться. Да. Вы живете на колесах. Это вы в трейлере, что ли? Вы еще лучше. Это у вас уже даже такие патриотические пошли нотки. Ладно. Мы последовательно счищаем. Раз, ваш дом, ваше тело, а еще и до этого мамина матка, мы начинаем сначала. Что в 80-м году в маминой матке сидело кроме вас, начинающего эмбриончика? Какие там были другие персонажи абортированные или какие-то еще? Да, был выкидыш до меня. Значит, на вас висит труп вашего абортирника. Идея номер один. Уже сидя в маминой матке, идея, что жизнь, это вот-вот сквозь какие-то эти кишки и желчь смотрите. Пункт один. Пункт два. Начало 80-х, когда вы появлялись на свет. С начала 81-м году. Повесились ли вы на пуповине? Было ли тазовое предлежание? Делали маме эпидуралку? Каким образом вы были глушены вот уже при выходе из родовых путей? Я знаю, что роды были нелегкими, тяжелыми, но ни про пуповину ничего мама такого не рассказывает. Она просто говорила, что долго рожала. Деталь непонятная, но, скорее всего, там мама поровна в клочья и весь позвоночник ей стыкали обезболивающим. Вторая причина, почему что-то не то. Третья идея про орги и в 80-е годы. Здесь уже хитрее. Поинтересуемся Олеся, почему. При некотором внешнем возможно благообразии по меркам Молдовы 81-го года дома на эмоциональном плане было душно. Как вы считываете ранние детские условия? Военный городок, родители военные, маленькая квартира, до сих пор иногда снится. В принципе, ну да, она маленькая, 24 квадрата, буквально сегодня ее вспоминали. С вашим ангелом-хранителем? С отцом. Значит, вы копошите с отцом по воспоминаниям прошлого? Нет, он сегодня позвонил друзьям, которые просто говорят, что там кто-то в этой квартире ее просто начал там переоборудовать, но это прошло уже много лет, и не знаю, почему-то сегодня именно как раз разговор совпал. Ну, это юнг, это юнг виноват. Получается, в принципе, вот на той территории, в таких квартирах в советские времена жили многие, но, например, как могла мамка тосковать по своим каким-то прежним условиям, по родительским домам и так далее, почему она нехотя переехала в эту военную квартиру, хотя многие ее коллеги по цеху рады были такого? Они не местные оба и были как бы перенаправлены служить, вести службу в Молдове. А мама откуда сама? Мама Черновицкая область, отец Волынь, Украина. Украина оба. Черновцы. А жила она до Оргьева в Черновцах или где-то по центре? По центре, да, по центре. И я тут еще вспомнила, Павел, у меня вот тоже повторение такой истории, извините, что немножко смещаю фокус. У меня тоже прапрадеда вот все конфисковали, он был крайне богатый и счастлив, но раскулачили его. И в тот момент ему принадлежало, да, в тот момент ему принадлежало несколько поселений, не знаю, там, деревень и так далее, прям уже на территории текущей Молдовы. То есть в 17-м раскулачили, а там были какие-то, как мне говорят, просто огромные богатства. Огромные-огромные. У вас вот там кусок карты похож на Елену, который все время ведет с медвижкой. У вас небольшая разница, там, пару дней буквально, и кое-что заехало не туда. Но кусок мужской линии рода созидать, он тут тоже есть. При этом комментарий, что по-настоящему богатого человека раскулачить нельзя, это невозможно. Он или конвертируется в начальника колхоза, или шиш-мыш с КГБшниками и с комитетом бедноты. Поэтому вот кто был богат, того не раскулачили. И копайте-ковыряйте, они пристали, не были кооперами. Я был как раз в колхозе главным бухгалтером. Я просто подтверждаю ваши слова. Следующий. То есть его сын, наверное, или правнук. Может. Короче, вот есть идея, что военный коммунизм, всех раскулачили, остался комитет беднотыгрей. Не всех. Кто по-настоящему богат, того не раскулачили, они пристали, не занимались бизнесом годами. Это уже некий факт исторический. Мы толчемся вокруг мамки. Значит, мамка считала в начале 80-х, что ее из-за работы социум отправил в жопу мира, а до этого она жила в раю. Это третья, получается, причина, которая портит вашу эту идентичную зону комфорта, уюта и так далее. Идем далее. Уже в некую логику, связанную с инициацией телесно-женского. Но тут нам понадобится что-то типа лет 12-15 ваши. 21-36 и это написано вроде ректифицированное. Вот у вас поберта 12-15. По какой причине вы могли стесняться своего пола в это время? У меня была огромная грудь. Просто огромная. Вы ее никому не показывали? Я всячески пыталась как-то... Нет, она у меня все время как-то вываливалась, простите, но я пыталась как-то все это вещами прикрывать, мне было жутко стыдно. Пункт 4. Женское это лишнее. Если бы не вываливалось, было бы меньше проблем. Возможно. Пункт 5. Идем на уже сегодня здесь сейчас про ваше взаимодействие с телом и прочим. Вы едите все, что угодно, спите как младенчик. Или у вас зожа диеты и вы ведете борьбу с этими системами как-то по-другому? Сплю прекрасно как младенец, проблем нет. Засыпаю быстро, сплю хорошо. Несколько лет назад появилась аллергия на молоко. Все остальное я ем без проблем. Следовательно, каким макаром динамика идет соседательная, где-то что-то аллергия на детей не появилось? У меня нет детей, к сожалению. Значит, она была этой аллергия на детей. Вот мы как бы сформировали эту пятерку заморочек, которые так вот последовательно счищаются, 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 и на выходе у вас дети, нет аллергии на молоко, и вы перестали воевать с собственными запчастями. Так вот такие индикаторы, показатели. И в этот момент переходим на идею с образом жилья и так далее. Как он тут читается в карте? 12, 10, 81, 21, 36 Моргиев. Ну, во-первых, это Моргиев уже идея дернуть оттуда, потому что это место юдоль мамкиной печали делать там нефига. Вы сейчас где географически? Под Москвой, а Москва на даче живу. Уже победа. Второе, второе, значит, дом, который каким-то макаром, жильем создан вами, выбрано вами, отремонтирован вами, вашими руками, туда вот я присобачиваю. Вы там что-то присобачили? Абсолютно все, по-моему. Все колеса, что ли, все четыре? Да. И не знаете, где ваш дом, если вы там все присобачили? Вроде как везде чувствую себя классно, в любом доме, к которому я имею отношение. Я всегда покупаю новое жилье для себя, строю для тебя. Но в последнее время такое ощущение, что я опять плату перееду. Я прямо это чувство. Значит, надо старое сносить и строить тачанку заново. Тачанки погода, она уже готова. Теперь добавляем какие связанные с окружением. Под крышей толпа младенчиков и мистер замуж за пределами никого, кроме тишины, пустоты и так далее. Примерно так эта зона комфорта будет выглядеть. С мистерами тиндерами младенчиками это отдельные разговоры. пишут полчата завидуют вашим сисям. Уже есть повод гордиться. И вот вокруг вас это инфраструктура дороги, торговые центры или там дятла, белки, ежи. И то, и другое мне не очень нравится оттал. Мне не нравится окружение. То есть мне нравится внутри участок елки, белки. Дальше мне не очень нравится. Направление не очень нравится. По идее если бы атомный кратер был бы или какая-то мать природы девственная, тогда бы вам понравилось. А какое бы окружение вы не придумали, там не нравится. Так. И финальная идея, связанная с Кипитером, который делает аспекты в месяц управления девятого и ураном на четвертый дом, это некий статус, престиж с точки зрения опять же какого-то глубинного бессознательного. да, это кусок мамкиного антиндепрессанта, типа она ради семьи нырнула в этот бомжатник, а сейчас ваша система в голове, которая связана с местом вынуждена это отрабатывать дополнительно. Престиж, вот направление нравится сюда долго ехать или оно такое нищебродское по вашей генерации? Я считаю, что нищебродское. Ну, значит, надо дергать куда-то. К вам поближе, Павел, да. Я в Минск сейчас еду, там мне гнездорозы. Вот очарка не доедет. Куда уж ко мне в Минск еду. Как бы вот, значит, астрология в путь, младенчики молоко и пустят вас куда-то. Как видите, на крутое направление. Вот так выглядит анализ по каждому. Благодарим Лесю за ее вклад в наше мероприятие. И финальная теоретическая такая толика махонькая соседи и окружение. Ваши мысли, ваши братья и сестры, ваш режим, навык коммуникации в целом равно соседи. Все, что вы не знаете про свой интеллект и про своих братьев-сестер, тут же напрямую вылазит, как заморочка по соседям. Или, так вот, заморочка может быть, но если вы ее принимаете, проживаете и прочее, тоже никаких проблем. Психованные соседи, сутяжники соседи, громкие соседи, вонючие соседи, алкоголики соседи. И если что, кто думает, что это в каких-то малосемейках, общагах и так далее, в самых, в самых элитарных районах Швейцарии, Парижа, Бельгии, Лондона, есть куча алкашей, дебоширов, в элитарных районах Москвы, там, кто-то есть, Сталинки, Кутузовский, там, сплошные эти внуки маршалов, которые, этот героин, едят как пастилу, как сырок дружбы. Везде можно найти, везде можно найти, и наоборот, в самой какой-то в жопе абсолютной мира, где три полумертвых бабки можно жить в добродушных, таких добрососедских, дружелюбных отношениях и взаимодействиях, так что соседи, как семья такая, вторая, как матерь. Вот надо тоже чистить, так называемую коллатераль родовую, и с соседями будет меньше заморочек. Но плюс надо посмотреть на карте какое-то там место жительства, может быть, хорошие соседи, мертвые соседи, как в случае с Лесей, дочери офицера и такой наследственный артиллерийский. Поэтому вот, думаю, что пойду уже ужинать, ядро мороженого меня ждет, плюс ночная смена включается, буду фрилансом заниматься, и как обычно наши записи, ощущение, что инстаграм то ли сдох, то ли завис, то ли какие-то спамеры, что ли туда писали. Не знаю, короче, опять зависло. Но будет, будет выложить. Получается, тема наследства интересует, надо тему наследства знать взять, окей, значит, взять, имеет смысл тему наследства, мы ее возьмем, мне не жалко. До встречи, плюс милость, через неделю, я вот там буду копашить к другим городам в следующей неделе. Как получится, так получится. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok